Высокая температура, кашель и головная боль. С этими симптомами в поликлинике города обратились больше 2000 человек. Среди заболевших 70% это дети до 14 лет. Именно они больше всего подвержены вирусным заболеваниям. Повышение иммунитета это лучшая профилактика любых болезней. Сегодня в каждой школе Бийска разработано специальное меню. Стараемся ежедневно готовить напитки свежих фруктов, добавляем витаминизированных, добавляем аскорбиновую кислоту. Напитки готовим 3-4 вида. На столы кладем лук, чеснок, чтобы детки не болели. Первая школа Бийска самая большая. Здесь в две смены учатся почти 2000 учеников. В прошлом году это учебное заведение на карантин закрылось одним из последних. Ты вообще лук любишь? Да. Я на его ешь как яблочки? А что вкуснее, яблочки или лук? Лук. Лук здесь не только едят как яблоки. Практически в каждом классе им дышат. Кроме того, школьники носят чесночные медальоны и ежедневно смазывают нос аксалиновой мазью. Во втором В пошли еще дальше. Классный руководитель совместно с родителями разработал инновационный метод сохранения здоровья. Мама одного из учеников, она медик, она нам предложила препарат, который помогает предизнанфицировать предметы обихода. Но вот у нас в классе 31 человек, 30 человек у нас в наличии. Такой метод здесь используют уже второй год подряд и результат пока положительный. Когда ты здоровая, это хорошо же. Врачи и фармацевты отмечают, что многие взрослые бейчане профилактику просто игнорируют. Наши бейчане чаще всего обращаются, когда уже кто-то в семье заболел. Хотя надо бы предупреждать. И если кто-то заболел, берут тому, кто заболел, и себе, чтобы не заболеть для профилактики. Мазок вполне достаточно. Хватит и на любой ажиотаж, и карантин, и предкарантинный период, и послекарантинный период. Это у нас достаточно. Противовирусные препараты тоже у нас поступают постоянно, достаточное количество, любой ассортимент. Самой простой, но оттого не менее действенной профилактикой остаются обычные медицинские маски. Маску нужно носить. Все-таки это действенно, потому что вирус – это воздушно-капельная инфекция. Поэтому маску нужно носить и по возможности менять ее каждые два часа. Грипп и ОРВИ опасны осложнениями. Врачи не устают напоминать, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. И с первыми симптомами заболевания сразу обращаться к специалистам. По прогнозам медиков, в ближайшие три недели число заболевших будет только расти. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев. Будни.